Добрый день, уважаемые коллеги. Начинается секция, посвященная мужскому здоровью. Меня зовут Артем Локтев, я врач-уролог. Рядом со мной Юрий Кострикин, врач-андролог. И Анна Грикевич, физический терапевт. Сегодня мы обсудим, не будем обсуждать в течение полутора часов примерно, мужское здоровье, в том числе вопросы тазовой боли, простатита, а также в целом связанные с эрекцией и другие вопросы, связанные с мужским здоровьем. Начинаю я с вопросом про хроническую тазовую боль. И мой доклад называется «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении синдрома хронической тазовой боли». Я думаю, что мы можем начать. Что же такое вообще в целом синдром хронической тазовой боли? Определение – это что определяется как постоянная или персистирующая боль, которая ощущается в структурах, связанных с тазом, как и у мужчин, так и у женщин. Но мы сегодня будем больше говорить, естественно, о мужчинах. Также есть несколько определений. Другое определение в целом – это боль ниже пупка продолжительностью не менее 6 месяцев. То есть в целом от 3 до 6 месяцев мы можем расценивать это как хроническую тазовую боль. В целом синдром хронической тазовой боли – это такое как бы собирательное понятие. Есть различные болевые синдромы. Это и первичный простатический болевой синдром, это первичный мочепузырный болевой синдром, вульварный болевой синдром, миофсальный синдром и другие. И все это может называться в целом синдром хронической тазовой боли. Если мы говорим со стороны именно урологии, и если мы говорим в первую очередь про мужчин, то мы ссылаемся всегда на какие-либо клинические рекомендации, в первую очередь на европейские клинические рекомендации. И также есть официальный термин, то что первичный простатический либо уретеральный либо мошоночный болевой синдром – это возникновение хронической или периодической боли длительностью более трех месяцев, которая ощущается в проекции простаты, уретры, мошонки. И, что самое важное, при отсутствии доказанной инфекции или другой очевидной локальной патологии. Если мы говорим про эпидемиологию, то есть данные, что от 6 до 30% людей могут испытывать хроническую тазовую боль. Также есть данные из Великобритании о том, что распространённость хронической тазовой боли примерно у 15% женщин старше 25 лет. И по данным статистики в США около 2 миллионов мужчин и 3 миллионов женщин имеют симптомы первичного мочепузырного болевого синдрома, то есть подтипа синдрома хронической тазовой боли. И непосредственно в этом докладе мне хотелось акцентировать внимание на так называемом мультидисциплинарном подходе либо междисциплинарном подходе. И зачем же он всё-таки нужен? В первую очередь это связано с тем, что несмотря на научные исследования последних лет причины и патогенеза синдрома хронической тазовой боли до сих пор неизвестен. И также то, что большинство патологий тазового дна имеют сопутствующую патологию органов таза. Как бы это немножко тавтология, но суть в том, что чаще всего у пациентов с синдромом хронической тазовой боли, допустим, если есть простатический болевой синдром, допустим, боль связана как-то, к примеру, с предстоятельной железовой, чаще всего у них есть сопутствующие заболевания органов таза, допустим, связанные с кишечником либо с мышечно-неврологической патологией. Как я и говорил, да, то, что синдром хронической тазовой боли причины могут быть разные. Это могут быть инфекционные причины, неврологические, аутоиммунные, эндокринные, психогенные факторы. И, однако, есть данные, опять же, о том, что взаимодействие всех этих факторов чаще всего ведет к поддержанию механизма тазовой боли. Мы начнем с самого очевидного фактора, который чаще всего озвучивается и обсуждается. И чаще всего эти пациенты, у которых установлен этот диагноз, они начинают именно с вот этого домена инфекционного. Почему? Потому что схожи очень симптомы. Боль, допустим, при истинном бактериальном простатите и синдроме хронической тазовой боли, он может быть неотличим для пациента. Часто как раз манифестация этого синдрома происходит после эпизода какого-то инфекционного воспаления. Допустим, у пациента был действительно острый простатит, и его пролечили, допустим, адекватно антибиотиками. Но через какое-то время у пациента уже может появиться тот же болевой синдром, но уже какого-то инфекционного фактора явного не быть. И также есть данные о том, что нет убедительных данных за причастность каких-либо определенных микроорганизмов к синдрому хронической тазовой боли. Также были работы, которые показывали, что нет различий в наличии бактерий в моче, секрете простаты и пуляете у пациентов синдрома хронической тазовой боли и у здоровых мужчин. То есть, опять же, тот момент, что мы всегда можем найти какую-то бактерию, ее полечить, да, так как мы, в общем-то, нестерильны, да, это часто дает некоторым докторам возможность лечить пациента непрерывно антибиотиками месяц, два, три и так далее, что абсолютно неправильно для этой категории пациентов. Вот непосредственно пример, когда берется именно анализ микробиота, микробиота методом масс-спектрометрии, и, опять же, всегда мы можем при желании найти какие-то бактерии и их полечить, что является абсолютно неправильным, и, опять же, часто пациенты годами действительно принимают антибактериальные препараты без видимого эффекта, естественно, что сказывается в целом негативно на их здоровье, и также это им не помогает, что ухудшает в том числе их психологическое здоровье. Если мы вкратце поговорим непосредственно про простатит, так как все-таки это мы говорим про инфекционный фактор, тут важным моментом является то, что есть классификация, на которую все обычно ссылаются, но, как мне кажется, эта классификация не идеальна, есть в ней некоторые проблемы в том, что, допустим, классификация простатита по категориям. Первая категория – это острый бактериальный простатит, это острая инфекция предстоятельной железы. Клиника достаточно характерна, это высокая температура тела, боли рези при мочеиспускании, то есть это пропустить достаточно сложно. Есть изменения в анализе мочи. Вторая категория простатита – это хронический бактериальный простатит. Тут уже история более сложная, потому что пациент чаще всего это не такая острая картина, то есть у пациента нет подъема температуры тела чаще всего, также это может быть боли рези при мочеспускании, учащенное мочеспускание, в анализе мочи может быть никаких, возможно, что там не будет никаких изменений, и тут уже важная диагностика правильная, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже. Категория 3, она делится на категорию 3А, 3Б, это хронический простатит слэш синдром хронической тазовой боли, тут начинаются проблемы, как мне кажется, в классификации, потому что фактически если пациент мужского рода, мужчина, и у него есть предстоятельная железа, неважно, что у него болит в тазу, это называется хронический простатит, что, как мне кажется, неверно, потому что это чаще всего боль никакого отношения к предстоятельной железе не имеет, и причина боли это не простата, и в этом как раз, как мне кажется, противоречие в этой классификации, и я думаю, что в будущем, скорее всего, будет меняться эта классификация. Если мы говорим про диагностику простатита, то в целом чаще всего, это такая самая распространенная ошибка, то, что диагноз простатит выставляется по данным ультразвукового исследования. Мы говорим и про трансфотоминальное исследование, и трансректальное, друзья, которые считают, что там более точное, да, так оно и есть, но наличие таких гиперэхогенных теней, как вы видите на слайде, ни в коей мере не может за вот этих изменений, часто даже специалисты ультразвуковой диагностики выставляют диагноз ультразвуковой признаки хронического простатита. Это неправильно, и мы не можем ставить на основании ультразвука диагноз хронический простатит, ну и острый тоже в том числе. Эти диагнозы выставляются все-таки по результатам лабораторных исследований. В первую очередь, если мы говорим про острый простатит, острое состояние, то это анализ мочи, да, общий анализ мочи, общеклинический анализ мочи и выполнение бактериологического исследования мочи. Если мы говорим про хронический простатит, то основным диагностическим тестом для постановки диагноза хронический бактериальный простатит является выполнение пробы Мейерстеми. Ну, опять же, редко кто ее делает полностью, но в этом и нет нужды, но если коротко, то есть смысл выполнять массаж предстоятельной железы, диагностический массаж, ни в коем случае не лечебный, потому что это неправильная терапия. Если мы говорим про диагностический массаж предстоятельной железы, мы получаем секрет предстоятельной железы, либо постмассажную мочу, ее даем уже на микроскопическое исследование и на бактериологический посев. По результатам уже вот этого исследования мы можем одифференцировать, все-таки это бактериальный простатит, либо это синдром хронической тазовой боли, когда нет никаких изменений. И опять же, в плане диагностики ректальный осмотр, пальцевое ректальное исследование также не может нам помочь в плане понимания, есть ли у пациента простатит или его нет. То есть основой являются все-таки лабораторные показатели. Тема достаточно большая, поэтому здесь буквально коротко я хотел про это сказать. Также я решил озвучить тему еще рецидивирующих циститов. Эта тема, конечно, более характерна для женщин. У мужчин фактически циститов не бывает. Это бывает крайне редко, либо чаще всего это какие-то гетерогенные воздействия после цистинской пии, после биопсии приставительной железы или введения эндоскопа в уретру. Это возможно. Но все-таки это характерно именно больше для женщин. Но так как очень часто синдром хронической тазовой боли и рецидивирующая инфекция мочеводящих путей идут рядом, бывает не очень понятно, все-таки это рецидивирующий цистит, либо рецидивирующий бактериальный простатит и синдром хронической тазовой боли. Для того, чтобы понимать в этих терминах, также я решил остановиться на рецидивирующем цистите. Раньше он назывался хронический цистит, сейчас правильно называть рецидивирующий цистит. Это цистит, эпизоды, которые случаются не менее трех раз в год или не менее двух эпизодов в течение последних шести месяцев. Важны, наверное, это клинические рекомендации. Я здесь указал 23-й год, за 24-й год они никак не поменялись. И основой также является анализ мочи и бактериологическое исследование мочи на флору. Опять же, я не буду останавливаться на пунктах в плане терапии, но важным, наверное, моментом является это последнее, когда мы должны назначать именно антибиотикопрофилактику, это последняя линия терапии. Но мне также хотелось здесь озвучить, потому что многие, не только терапевты, но и даже урологи, кто вроде как являются специалистами в этой области, они боятся назначать антибиотикопрофилактику, назначают чаще всего какие-то там травы, какие-то препараты, которые с недоказанным эффектом. И это не очень правильно. И часто не очень понятно, что у пациентки все-таки это рецидивирующий бактериальный цистит, либо это синдром хронической тазовой боли, либо первичный мочепузыренный болевой синдром. И иногда мы прибегаем к так называемой антибиотикопрофилактике. Это вариант, это самый эффективный метод избежать рецидива инфекции мочеводящих путей, но обязательно должны быть четкие показания, сроки идеальной профилактики, они не установлены, то есть это может быть месяц, это может быть три месяца, это может быть шесть месяцев. Бывают два варианта, непрерывные и плоскоитальные, когда, допустим, эпизод цистита связан с сексом непосредственно. И, наверное, я показываю эти слайды именно для ознакомления, вряд ли терапевт будет назначать непрерывную антибиотикопрофилактику, но в целом важно понимать, что непосредственно, если мы говорим про рецидивирующие циститы, с ними бороться и разбираться намного проще, чем синдром хронической тазовой боли, потому что как раз при рецидивирующих циститах хорошо помогают уроантисептики. Мы в первую очередь говорим про препараты группы нитрофоронтоинов и фосфомицина, которые являются препаратами выбора. Далее, если мы говорим про, опять же, клинические рекомендации по антибиотикопрофилактике, как я уже сказал, мы должны использовать это нитрофоронтоин, это фосфомицин. Ну, опять же, на других моментах, я думаю, мы останавливаться не будем. И переходим к другим факторам, это уже неврологические симптомы. Опять же, с чем тоже это важный домен, так как главный симптом, понятно, синдром хронической тазовой боли, это является боль. Также, если, опять же, наверняка вы в своей практике сталкивались или видели пациентов с синдромом хронической тазовой боли, это такие пациенты, у которых их, допустим, направляют к неврологу, невролог говорит, что да, все хорошо, я не вижу никакой проблемы, у человека есть боль, да, она продолжается. Особенностью является, что у большинства пациентов с синдромом хронической тазовой боли нет условно больших неврологических патологий, там, демилизирующих различных заболеваний спины, бифида и так далее. Есть некоторые работы, которые доказывают о том, что у пациентов с синдромом хронической тазовой боли есть изменения в работе автономной нервной системы, и важным моментом также является то, что у пациентов с синдромом хронической тазовой боли для них характерна центральная синститизация. Это феномен, проявляющийся увеличением ответов нотоцептивных нейронов центральной нервной системы в ответ на нормальные или подпороговые стимулы. То есть реакция пациента с синдромом хронической тазовой боли на обычные какие-то воздействия, да, оно может вызывать такую неадекватную реакцию нервной системы, и пациент может чувствовать выраженную боль при каком-то воздействии, которое, по идее, у нормального человека абсолютно никакой реакции не вызывает. Также являются важными симптомами, являются гастроэнтерологические симптомы. Тут мы говорим о том, что есть такой термин, как кросс-стокинг, то есть это взаимодействие мочевого пузыря и кишечника за счет общей иннервации. То есть, условно, проводили такие эксперименты, когда брали мышей и искусственно вызывали воспаление, допустим, кишечника, и далее смотрели, что происходит с мочевым пузырем, и доказали, было доказано то, что происходит воспаление и параллельно в мочевом пузыре. Соответственно, если вызывалось искусственное воспаление в мочевом пузыре, появляются проблемы с кишечником. Поэтому у пациентов в целом синдром хронической тазовой боли – это одно из самых частых состояний, это синдром раздраженного кишечника, это одно из самых частых сопутствующих заболеваний в целом у пациентов с синдромом хронической тазовой боли, и встречаемость синдрома раздраженного кишечника, болезни крона у пациентов с синдромом хронической тазовой боли в 110 раз выше, чем в общей популяции. Поэтому очень важно, когда мы работаем с пациентами с синдромом хронической тазовой боли, спрашивать, как у них обстоят дела с дефекацией, со стулом и так далее, потому что четко есть взаимосвязь, что у пациентов, допустим, с запорами часто появляются проблемы с мочеспусканием. При недержании кала может присоединяться недержание мочи и так далее. Поэтому это тоже очень важный домен, и чаще всего, опять же, мы должны работать в команде, о чем я скажу чуть-чуть позже. Отдельная история – так называемый миофасциальный синдром либо миалгия напряжения тазового дна. Это вообще такая история, о которой лучше, конечно, более подробно и правильно расскажет как раз Анна после меня. То, что практически у всех пациентов синдрома хронической тазовой боли есть вот этот миофасциальный синдром либо миалгия напряжения тазового дна. Есть работа, которая говорит о том, что в целом миалгия напряжения тазового дна встречается чуть ли не у 80-90%, Пациентов с синдромом хронической тазовой боли. И проблема является в том, что мало кто в этом, к сожалению, в России, да и не только в России, разбирается, так как этот диагноз фактически чаще всего ставится клинически по осмотру. То есть какого-то исследования одного, которое бы точно сказал, есть ли у пациента миология напряжения тазоводная или нет, не существует, насколько я знаю, но она меня может поправить. Но это очень важный момент, который чаще всего упускается у пациентов с синдромом хронической тазовой боли. А если он упускается, то, соответственно, мы пациента не можем избавить полностью от боли, либо часто, даже если мы решаем проблему, допустим, с мочевым пузырем, но у пациента есть вот так называемый миофасциальный синдром, у пациента может легко и чаще всего остаются боли, и он считает, что лечение неэффективно. Есть также много вообще факторов в целом синдрома хронической тазовой боли, до сих пор до конца не изучено, из-за чего он появляется, кто к нему больше предрасположен и так далее. Но, естественно, есть и факторы другие, такие как генетические факторы, что это может способствовать развитию у родственников, если есть синдром хронической тазовой боли, вероятность развития синдрома хронической тазовой боли в 17 раз выше, чем в популяции у близких родственников. Такие были исследования, эндокринные факторы, естественно, психологические факторы у пациентов в целом, у которых страдают депрессией, тревожными расстройствами, повышается вероятность развития синдрома хронической тазовой боли, как у мужчин, так и у женщин. Какова диагностика пациентов синдрома хронической тазовой боли? Это тоже очень такой сложный момент. Как мне кажется, первое, что мы должны обсуждать с пациентами, это, вернее, что мы должны, чтобы качественно с ними обсуждать их проблемы, это время, достаточно время для сбора анамнеза и диагностики. Как мне кажется, это должно быть не менее часа, потому что обычно эти пациенты и пациентки приходят с огромной стопкой обследования, тем более первичные пациенты, и мы должны с ними обсудить все проблемы. Они обычно рассказывают какую-то, это не короткая история, а чаще всего длинная, потому что не менее чем полгода они уже страдают этими проблемами. Бывают некоторые приходят пациенты, которые 5-10 лет страдают от болей, которые не совсем понятно, что это за боль, какой-то нет очевидной причины, и они ходят по всем специалистам. Я думаю, опять же, у большинства из вас такие пациенты были. В этом нам также помогает, чтобы более четко понять, что происходит с пациентами, как-то объективизировать их симптомы, жалобы. Это использование опросников, дневников мочеспускания. Они бывают очень разные. Это и оценка центральной ситуации, это и дневники мочеспускания, это и IPSS, который оценивает, насколько пациенту кажется, как он хорошо либо плохо мочится. Тоже очень важно. В некоторых странах, опять же, используют так называемый pelvic pain map, то есть это такое терапевтическое кортирование. То есть, чтобы пациент не рассказывал все, что он, опять же, мы, учитывая, что у них такой достаточно большой бэкграунд в плане лечения, обследования и так далее, мы не в силах опросить его каждую терапию, которую он использовал, помогал он или не помогал, что-то забыл пациент, что-то мы не успели спросить. Соответственно, мы можем давать такие опросники, достаточно расширенные, где пациент описывает свои, во-первых, симптомы, свою историю, какую терапию он использовал, также может на картинке отмельчать, где у него болит и так далее. Далее, если мы переходим уже к непосредственно осмотру пациента, то важным является, наверное, одним из самых важных при работе с пациентами синдрома хронической тазовой боли – это оценка мышц тазового дна. Мы оцениваем тонус, силу сокращения мышц, болезненности, наличие тригейных точек. Есть разные схемы, как мы это смотрим, но, опять же, Анна, я думаю, расскажет более подробно об этом, поэтому я не буду на этом останавливаться. Если мы говорим про лабораторную диагностику, инструментальные исследования, то, естественно, так как синдром хронической тазовой боли – это синдром исключения, мы начинаем с самых базовых обследований – это общий анализ мочи, бакпосев мочи. Важный момент – это то, что в клинических рекомендациях, в европейских, американских прописано то, что нерекомендованным выполнением посева мочи на типичные возбудители. Это вот о чем я уже говорил, так как всегда можно что-то найти, какие-то бактерии, микроорганизмы, которые есть, будут желание полечить, но это никаким образом на симптомы пациента не будет сказываться. Соответственно, нагружают пациента лишним лечением, и чаще всего речь идет про антибиотики, это однозначно плохо. Выполнение, как я уже говорил, анализа секрета представительной железы, выполнение ультразвуковых исследований, мочевыделенной системы. Иногда мы выполняем в непонятных ситуациях, можем выполнять компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и так далее. Также важным является в арсенале работы уролога – это выполнение оценки мочеспускания, как пациент объективно мочится. Для этого мы выполняем урофлометрию, можем выполнять даже комплексные аэродинамические исследования, более такие глубокие исследования, которые говорят точно, где проблема, допустим, пациент плохо мочится, мы не очень понимаем, за счет чего он плохо мочится, за счет какого-то нервно-мышечного, проблемы, патологии мышечно-неврологического комплекса, либо действительно у него есть анатомическое сужение уретра и так далее. Иногда мы выполняем и цистоскопию, то есть такие более инвазивные исследования. Для облегчения работы с пациентом с синдромом хронической тазовой боли придумана такая классификация, называется U-Point по первой букве каждого домена – это урологический, органно-специфический, психосоциальный, неврологический, мышечно-специфический, инфекционный. Это нам несколько облегчает работу с пациентами, то есть, допустим, если пациент приходит и его в первую очередь беспокоит затрудненное мочеспускание, то мы идем по… Это понятно, что может быть не один домен, их может быть несколько. Допустим, пациент говорит, что у меня слабая строя мочи, чувство неполного поражения мочевого пузыря, и, допустим, у меня болевой боль в промежности. Соответственно, мы можем выставлять урологический, мышечный и неврологический компонент, домен, и назначать альфа-адреноблокаторы, возможно, физическая терапия, возможно, назначение препаратов таких, как габапентин и так далее. Если мы переходим про непосредственно роль команды, междисциплинарная, так называемая команда, впервые вообще такие команды начали формировать онкологи, и есть даже термин, что это основная функция междисциплинарной команды и заключается в объединении группы медицинских работников из разных областей для определения плана лечения пациентов. Какой может быть команда? Опять же, одного какого-то алгоритма конкретно нет. Если мы говорим про какие-то международные команды, вернее, из разных стран, то вот, например, примеры могут быть, чаще всего входят, конечно, в такую команду должен входить. Это физический терапевт, уролог, урогинеколог, либо гинеколог, коллапрактолог, гастроэнтеролог, психиатр. Вот бывают и такие более расширенные команды, где есть именно администратор, который ведет этого пациента, что тоже, наверное, правильно, и различные специалисты. Как мне кажется, и опять же в российских реалиях, команда должна выглядеть таким образом. Это уролог, гинеколог, физический терапевт, либо реабилентолог, психиатр, гастроэнтеролог, психиатр, проктолог и, может быть, интервенционное лечение, специалист по боли, это может быть анестезиолог, это может быть нейрохирург, которые также занимаются там уже блокадами диагностическими, лечебными и так далее. Также есть работы, ну, мне кажется, достаточно очевидно, что в целом командная работа, она несет преимущество как для пациента, так и для членов медицинской команды, потому что это действительно устраивает и пациента, потому что он работает с несколькими различными специалистами, это лучшая приверженность лечению и в целом повышенная эффективность назначенной терапии. Медицинская команда тоже есть плюсы, так как также есть удовлетворенность от работы, четкое взаимодействие и четкость поставленных задач. И, наверное, последнее, что я хотел сказать, если вас интересует хроническая тазовая боль, у нас есть непосредственно вот такой клуб в Телеграм, мы проводим периодически какие-то встречи, чаще всего с иностранными коллегами, анонсы конференций и так далее, если вам интересно, присоединяйтесь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.